Привет у нас в выставке Consumer Electronics Show 2015, я как ни странно все еще в Вилсаком, рассказываю о самом интересном, что здесь представляют, и сегодня необычный гость на канале LG G Flex 2, поехали! Спонсор Вилса CES 2015, магазин гаджетов madrobots.ru, подписчикам скидки. LG продолжает свою линейку гнутых телефонов, они говорят, что так хорошо, и так он более эргономично лежит у вас в руке, в кармане. Но в целом пользоваться таким устройством достаточно прикольно, наверное, в каком-то смысле они хотят получить успех BandGate iPhone 6, для совсем тугих это была такая шутка юмора. На самом деле это флагман во всех смыслах, здесь установлен процессор Qualcomm 810, 64-битный, Android 5.0 Lollipop, само собой, 13-мегапиксельная камера, кроме всего прочего 3000 мАч батарея. В общем, по всем характеристикам это действительно флагман-флагман, единственное, что его отличает, это гнутая форма. И смотрите, 5,5 дюйма дисплей, в случае с iPhone 6, насколько LG G Flex получился компактнее. Вы спросите меня, а почему я рассказываю о таком смартфоне у себя на канале, ведь я обычно это не делаю. Причина простая, мне кажется, что вот эти эксперименты с гнутыми формами, со всякими штуками, это то, что сегодня будет являться, наверное, трендом. Производители хотят как-то отличаться друг от друга, и есть ощущение, что для них вот такая форма, это единственный вариант как-то, ну, разнообразить линейку Android. Здесь еще, как и в первой версии, самовосстанавливающаяся крышка, если вы ее поцарапаете, она вроде как должна затираться и не такой быть убитой. Но вот я смотрю на эту версию, и вы знаете, царапины все равно есть, но, наверное, не так жутко, как на других устройствах. Но корпус пластиковый, устройство само по себе очень легкое, очень тонкое, в общем, действительно очень приятный смартфон, и это еще одну мою теорию подтверждает. За прошедшие, там, допустим, пять лет с момента выхода iPhone 4 производители телефонов на Android научились делать достаточно качественные девайсы. То есть сегодня и Android потянулся, и производители могут, и все быстро, все плавно, то есть прям вообще круто. Единственное, что подкачало, на мой взгляд, это 2.1 мегапикселя камера фронтальная, сейчас такой тренд на 5 мегапикселей выше для селфи и всего остального. Здесь с этим, к сожалению, ничего интересного не случилось, но во всем остальном действительно классный смартфон. Пишите, что вы думаете, правда, я говорю или нет по поводу форм-факторов, но мне кажется, что мы можем подискутировать на эту тему. А с вами был Vilsacom, как всегда, все самое интересное с Consumer Electronics Show 2015. Пока!